Должен был сражаться Сергей Хандошко на ICB24 против Рене Песоа, но вынужден был сняться из ангины, если я не ошибаюсь. И вот сегодня он снова в строю. Да, все так и есть. У него была ангина очень серьезная, причем даже в больнице оказался в тот момент. Для того, чтобы вылечиться от этого заболевания Сергей Хандошко и не получился тогда бой. И причем до последнего Сергей пытался все-таки попасть в эту файт-карту и подраться, как был бой проанонсирован, но там уже врачи запретили это сделать. И Сергей не смог тогда провести поединок. Сейчас первый раунд. Что же, Сергей Хандошко, Патрик Кинцал. Начинается поединок. Полусредняя весовая категория. Один из наиболее ярких, наверное, полусредневесов России Сергей Хандошко. Обладает, безусловно, колоссальным потенциалом. И очень бодро начинает он эту встречу. Сейчас он представляет клуб Индастриалс. Как раз клуб, который создал Тимофей Геннадьевич. И на самом деле там набрана серьезная команда. Потому что Крылов, боец UFC, там же находится. Ну, можно сказать, такой хедлайнер. Да, хедлайнер. Команда. И Анастасия Никола также. А сейчас о Крылове можно также вспомнить. Он сказал буквально в интервью, что этот файт-карт уж точно глобально ничем не уступает каким-то ивентам UFC. Вот это Слава Крылова. А этот парень уже там не дебютант. Ему можно доверять. Тем временем Патрик Кинсал в клинче пытается перевести поединок в партер. Но мы видели уже на первой минуте этой встрече Сергей Хандошко явно совершенно быстрее на руках. Он лучше чувствует дистанцию. И диктует, как следствие, эту самую дистанцию. Соответственно, для Патрика Кинсла я думаю, что и готовясь к этому бою, прекрасно его штаб понимал, что панацеей от грозного Сергея Хандошко, от грозного ударника будет вот как раз такая вязкая манера ведения поединка. Оставить Сергея без дистанции не позволить ему этой дистанции работать. И как раз проверить Сергея Хандошко после поражения от Альберта Дураева, насколько была сделана работа над ошибками. Да, и напомним, что Альберт Дураев выигрывал у обоих бойцов. Не только у Хандошко, но и вот этого парня из Чехии. Да, Патрика Кинсла. Продолжает Кинсла контролировать Сергея Партера. Забирает спину. Наносит удары сзади. Сергею пока что не удается освободиться. Закрывает замок ногами на корпусе Сергея Хандошко. Патрик Кинсал блокирует нашего спортсмена. Две минуты остается до окончания первого раунда. И пока что проблемы у Сергея Хандошко. Он контролирует то одну, то другую руку Патрика Кинсла. Как известно, одной рукой задушить соперника вот таким образом невозможно. Ну и минимизирует для себя с одной стороны Сергея Хандошко опасность, но все равно очень полезный удар сзади. Теряет Сергей силы. Вот сейчас Кинсал пришел поработать по корпусу Сергея. Полторы минуты до окончания первого раунда. Да, посмотрите. Сейчас очень грамотно действует Патрик Кинсал. Пытается охотиться он за шеей. Раскачивая, разбивая защиту у Сергея. Еще ударные техники. Он, конечно же, охотится за шеей. Ну, в этой позиции, в общем, тут такая история, что все прекрасно знают, как атаковать из нее. И также все бойцы, ну, даже среднего уровня, прекрасно знают, как защищаться. Тоже из этой позиции. Здесь удары, очень жесткие удары приходят. Приходится точно в цель. И на себе их терпит. А сейчас Сергей Хондошко. Очень жесткие удары. Патрик Кинсал, конечно, действует просто грамотно. Я думаю, что если не успеет все-таки он выполнить прием, то остается 20 секунд. Мало вероятно, что успеет. Да, сейчас Сергей. Засищался 10 секунд концовка. Последние мгновения первого раунда. И попытка на болевой. В конце. С сиреной буквально забирает. Да. В руку Сергея Хондошко, Патрик Кинсал. Но великолепный боец был в прошлом. В свое время он выигрывал очень серьезных оппонентов клуба Арбат. В бойцовском клубе. Второй раунд начинается. Сергей Хондошко против Патрика Кинсла. Но здесь решающим станет именно сумеет ли Сергей защищаться от попыток перевода в партер со стороны Патрика Кинсла. Да, опять. Принял на себя удар. Правда, Кинсал. Такой незначительный, но проход очень спокойный. Не сумел защищаться от прохода в ноги Сергей. И Патрик Кинсла контролирует его. Продолжает контролировать в партере. Буквально меньше минуты понадобилось Кинслу для того, чтобы добиться своего. Пока что позиция, ну нельзя сказать, что опасная для Сергея. Представляете, как он спокойно и легко это делает сейчас. Да, и переходит тем временем. И удары опять туда засовывают. Да, в фуллмаунт переходит Патрик Кинсел. Кинсел очень спокойно зашел в фуллмаунт. И удары продолжает наносить справа. И вынужден, вынужден сейчас Сергей Кондошко отдавать спину. Для того, чтобы вот это количество и мощь ударов хотя бы как-то минимизировать. Да. Кинсел решает рискнуть. Прихватывает правую руку Сергея. И создает предпосылки для перехода на тот самый рычаг локса, который он не успел выполнить в концовке первого раунда. Да, Кинсел очень, кстати, конечно, крутой по-настоящему портерист. Знаете, знание парта у него великолепное просто. Греппин опять выводит, да. Мы уже говорили об этом. Это логика вещей тех, которых создал по ходу этого боя сам Кинсел. Все эти проблемы, они, конечно же... Как на тренировке работает Патрик Кинсел. Он просто... Видишь, знаете, и замок, и треугольник. И уровень борьбы, конечно, невероятно. Представляете, как красиво. Мастерство грэпплинга. Попытался уйти Сергей Хондошко от рычага локтя. И сразу же пошел, попался на треугольник. Здесь, вот как раз в этом и заключается красота борьбы. То, что в начале каждой комбинации возможно несколько вариантов продолжения. Сергей Хондошко просто сейчас... Молодец, Большущий. Да, Сергей, конечно, сопротивление максимально оказывает. А как еще по-другому-то возможному было бы. Иначе других вариантов... И невозможно это просчитать. Как есть такая фраза, иначе не видать нам удачи. Уж однозначно Сергей это понимал. И его соперник сегодняшний, по предварительным прогнозам, тоже для него был знаком максимально. Что он может исполнять по ходу боя. Что он будет делать. К чему он будет стремиться. Какие варианты у него есть. Просто Патрик Кинцел намного лучше борется, нежели Сергей Хондошко. И вот опять этот разговор тут, ну как нельзя. Ну то, что, кстати, невозможно от него уйти. Для хороших ударников защита от тейкдауна, хорошо поставленная защита от тейкдаунов, это просто, ну, не знаю, вопрос жизни и смерти в ММА. Вспоминаем опять же того же Рашида Магомедова и Альберта Туменова. Яркие примеры, как надо работать. Нам всем нужно стремиться к этим двум парням. Очень крутые ударники, при этом невероятно устойчивые, нередно умно защищающиеся от проходов в ноги, проходов в туловище. От бросковые, кстати, сами могут красиво бросить и перевести партер любого своего оппонента. Конечно, универсализм их именно в этом случае при базовой ударке, конечно, восхищает. И сразу вспоминаем последний поединок Рашида, когда двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу или даже... Он еще, по-моему, неоднократный по грэпплингу. Просто выглядел абсолютно беспомощно на фоне Рашида Магомедова. Там едва ли не до слез, помните, да? Да, да был безумно расстроен. Бразилец, который пропускался. Количество ударов был в нокдауне. Ну, понятно, неофициальном нокдауне. Потерял равновесие, был на конвасе. Несколько раз от ударов Рашида. Посмотрите, здесь добивание. Здесь вот Кинсел, конечно, очень грамотно-тактически, прежде всего, для себя. И, кстати, добивает, добивает Хандошко он. И концовка раунда опять. Опять концовка. Но Сергей очень стойкий боец. Терпеливый, да. Но здесь, смотрите, не защищается самим, но ждет, когда сирена прозвучит. Да, умнейший Патрик Кинсел. Ну, хрестоматийно действует Патрик Кинсел. То, как надо действовать, когда соперник просто превосходит себя в ударной технике. И вот, что сейчас нам демонстрирует Кинсел. Я думаю, что... Ну, а при этом, я думаю, сегодня на арену Сергея Хандошко пришло очень много зрителей. И на Эдуарда Вартаняна, естественно. Зал молчит. Безусловно, подавляющее большинство... Да, приуныли ребята из команды Индастриалс. Ну, Никиту Крылова. Переживают, конечно, они за Сергея. Как иначе, действительно, болеют от сердца за своего парня Сергея Хандошко. Ну, вот сейчас показали как раз Валентина. Вот он выходит. Валентин Доктор Ливси. Как я его называю, лучший катман после лучшей лиги мира UFC. Хотя, вы знаете, и там он мог бы посоперничать со многими лучшими катманами. Очень крутой специалист. И я вам скажу, что он, помимо этого, еще и является руководителем перкут-метод направления. Целое хроматологическое и медицинское обеспечение, наверное, более правильно. Медицинское обеспечение всех бойцов современных в разных видах единоборств. Да и спортсменов в целом. Вот готовы они осуществлять это обеспечение и сопровождение. Вот это все было во главе с врачом, доктором Ливси Валентином. Это все, кстати, от того, что Мэр Бехасиев является доктором наук, медицинской. Это все так, связь есть. Уделяется максимальное внимание этому. Ну и третий раунд. Сергей Хандошко против Патрика Кинцела. Однозначно совершенно по раундам 2-0 в пользу чешского спортсмена. И заканчивая разговор о Катманах, есть еще один легендарный в этом деле человек, Стич Дюран. Который также не так давно оказался вне UFC, который, кстати, в интервью нашему каналу сказал, что он не прочь приехать в Россию и поработать у нас. Да, Стич Дюран действительно это эпоха работы Катманов. Он очень классно работает и в профессиональном боксе, и в K1 я его видел также. Но это действительно истинный профи. Наверное, нам нужно в своих уже отраслях жизнедеятельности брать пример с лучших. Вот он один из лучших, однозначно. Ну а тем временем Патрик Кинцел вновь перевел поединок в Кисви первый. Ну и не полный, неполноценный. Интересно, все-таки Сергей-то однозначно набрал знания после поражения от Альберта Дураева. И в том числе он ездил в разные лагеря для того, чтобы обучаться партеру и качественной работе внизу. В том числе ездил в школу Адлуманапа Нурмагомедова вместе с Эдуардом Львиное Сердце Вартаняном. Они вместе там были и обучались там с лучшими. А там, напомню, спаринг-партнеры и Хабиб Нурмагомедов, и Эльдар Эльдаров, и Абубакар Нурмагомедов. Очень серьезная школа. И там плюс куча сейчас самбистов, боевых самбистов крутых. Адлуманапа Нурмагомедов. Там серьезный такой спаринговый уровень именно партера. И работают в борьбе. И защита в том числе от тейкдаунов, защита от проходов. Адлуманапа Нурмагомедов. Атакует партер Сергей Хондошко. Пытается улучшить позицию, периодически нанося удары. Сергей характер, конечно, показывает невероятный. Характер. Характер русского богатыря. Была сейчас возможность встать у Патрика Кинцела. Но он понимал, что как только начнет подниматься, получит мощнейший удар ногой в голову. И поэтому предпочел отдать спину. Но надеется Кинцел все-таки на свое превосходство в партере. Тренинг Хондошко необходимо сказать так же представляет еще один клуб. Стяг. Сразу же несколько клубов представляет этот боец. В клубе Стяг он и тренирует, насколько я знаю, и сам тренируется. Две минуты до окончания встречи. А Кинцел уже тактически защищает снизу. Он понимает, что просто надо дотянуть этот раунд до конца любыми средствами и победа в кармане. У Сергея есть шанс, используя ударную технику, находясь в боковом контроле, либо сверху разорвать защиту Кинцла. Потому что грэпплер, конечно, Кинцел очень хорошего уровня. Стойка. Сергей. Вот сейчас из левши попадает Сергей Патулычу. Какие зацепы у Кинцла. Прямо... Ну, отлично борется этот парень. Да, было... Очень сложно... Была рекомендация «оттягивай ногу» для Сергея Хандошко. Но на самом деле трудно оттягивать, когда уже большинство твоих фундаментальных, функциональных возможностей, они тебя покинули. Очень сложно, когда один человек занимается борьбой всю жизнь, а другой только начинает свой путь в этом деле противостоять такому настоящему мастеру, как Патрик Кинцел. В любом случае Сергей Хандошко демонстрирует потрясающую силу воли. Да, характер, дух однозначно у этого парня он существует. Но по-другому и не могло быть. По-другому он бы точно не выходил в клетку и не сражался, как воин. Что он сейчас для нас всех и демонстрирует. Он до последнего сопротивления оказывает Патрику Кинцлу. Показывает реферия, что нет удушающего приема. Последние секунды встречи. Без силы на самом деле Сергей Хандошко. Просто характер. На характере вывозит этот бой. На характере выдерживает тут все то давление в партере, которое оказал Кинцел. Был шанс в ударной технике, кстати, аккуратно. В танцовке главное не пропустить. Ну что же, поздравляем Патрика Кинцла. Уверенная победа. Ну и Сергей Хандошко. Что ж, пусть вернется сильнее, как говорят в таких случаях. Второе поражение подряд для Сергея. После... Нет, все-таки у него была победа над очень сильным парнем, который в Белатаре в свое время дрался. В Грозном, в Чечне. Он выиграл этот бой. И наши каналы, кстати, показывали. Этот поединок, если я вам вспомнить, мы даже с вами его комментировали. Сергей Хандошко выиграл бой у парня такого black style, черненький качок парень. Он такой внешне похож чем-то на Ромеро. И тогда Сергей в Чечне как раз одержал победу. После поражения от Альберта Дурайо. Потом была пауза, был не создаившийся бой из-за травм. Была победа в последнем. Единогласно Патрика Кинцла. Это понятно для всех нас, логично. По большому счету, по ходу всех трех раундов, Патрика Кинцла навязал свою манеру ведения боя. И свои знания, глубокие знания партера проходов ноги. Штение пикдаунов, но и там умная, тактическая, грамотная борьба со знаниями. Сейчас вот просит Сергей Хандошко. Продолжение следует...